Дорогие друзья, всем привет! Новый выпуск на нашем канале. Сегодня я нахожусь в Электро-ДПО-Автово и в этом выпуске мы сравниваем двери двух вагонов метрополитена, а именно двери вагона ЕМ старенького и двери нового поезда Балтиец. Мы подробно разберем принцип их работы и, что самое главное, как это выглядит со стороны машиниста. Поехали! Дорогие друзья, мы в кабине машиниста поезда Балтийца. Рядом со мной инструктор по обучению Электро-ДПО-Автово Артем. Очень приятно. Знаю, что здесь у вас довольно-таки интересная и умная система управления дверями поезда и информатором, который значительно отличается от поездов московского метрополитена, между прочим. Я очень удивился, когда мне рассказали. Здесь все у вас происходит автоматически. Давайте начнем с момента въезда на станцию. Я так понимаю, что за автоматика поезда, за несколько метров до знака основки первого вагона автоматически включает... Информатор на прибытие. Информатор на прибытие. Сейчас можно его включить? Давайте представим, что мы прибываем. Вот так вот прибываем. Мы прибываем за 20 метров до сигнального знака УПВ. Автоматика включает информатор на прибытие. Машинисту. Да. Машинисту остается только прицельно остановиться по сигнальному знаку. Остановились. Да. Дальше действие происходит плюс-минус точно так же, как в Москве. То есть я разблокирую выключатель закрытия дверей. Здесь у него, кстати, три положения. Автоматическое, нейтральное и ручное. Очень важно, запомните. Ну и после этого открываю двери. Компьютер поезда автоматически мне выводит информационный экран, меню двери. Я вижу, как машинист, что все двери в поезде открыты. Кроме самой последней двери последнего вагона, это особенность первой линии Петербургского метрополитена. Понятно. Давайте дальше. Ситуация развивается каким образом? У машиниста светофор зеленый впереди и приходит время к отправлению. Ему не нужно сейчас нажимать никакие кнопки информатора. Вы только представьте. Он смотрит, что время подходит и просто включает, соответственно, закрытие дверей в режим авто. И автоматически включается информатор. Смотрите. Двери пока не закрываются. Теперь, через несколько секунд автоматически закрываются двери. Я это контролирую. Вижу, что двери закрылись. Светофор зеленый. Контроль дверей. Да, вот. Контроль дверей. Вот они, белые. Контроль дверей. Вижу. Три индикатора. Да. И мы отправляемся, соответственно. Если светофор запрещающий, машинист не переводит этот тумблер закрытия дверей в положение авто или вручное закрытие, двери не закрываются и информатор не срабатывает. Что мы имеем здесь на болтиице? Что машиниста, по сути, освободили от одного действия. Включение информатора. Все это делается одним тумблером. Есть еще один вариант. Если аппаратура автоведения на поезде отключена, деактивирована, то тут тоже у машиниста действия упрощены, будем так говорить. Машинист останавливается на станции. Есть еще два варианта. Он может включить информатор вручную, нажав кнопку пуск. Ну, как у нас в московском метрополитене, без проблем. А может ее не нажимать и не отвлекаться. Приехали, остановились, разблокировали дверцы. Нажимаем кнопку открытия. И в этот момент включается информатор о прибытии, соответственно, на станцию. Понимаете, да? Сколько различных вариантов, чтобы просить работу машиниста. Еще одна очень интересная и важная функция на поездах Балтийц, точно так же, как и на поездах московского метрополитена, 81-765, 760 и самых современных, это блокировка, открытие дверей прямо из кабины. Разные могут быть ситуации, когда машинист этим пользуется, самые различные. Даже по указаниям поездного диспетчера, вот мы работали, там были какие-то базовительные предметы на станции, и нам приходилось блокировать хвостовые двери двух вагонов, чтобы пассажиры туда не выходили, не заходили. Значит, что происходит? Мы сейчас уже заблокировали здесь через компьютер. Все прямо отсюда делается, вот, сенсорно. Приехали, открываем. Идите сюда, покажите. Сразу выскакивает меню двери. Здесь видим красные индикаторы, что двери открылись, а R, зеленые, что двери не открылись. А R означает, что они вручную заблокированы с обоих сторон, прямо отсюда. То есть, о чем это говорит? Если на старых поездах машинисту по какой-то причине нужно было вручную заблокировать двери, нужно было выйти из кабины, закрыть на замок эту дверь, вернуться, а потом, чтобы открыть и обратно еще раз сходить, разблокировать, то здесь все это делается за 3,5 секунды. Мы сейчас с Артемом выбрались уже непосредственно в пассажирский салон поезда «Балтиц» и покажем вам для сравнения потом с тем стареньким поездом привод дверей этого современного поезда. Во-первых, я хочу сказать, что здесь, на этом поезде, каждый дверной проем непосредственно оборудован индивидуальным приводом закрытия дверей с своим личным компьютером. Эти двери оборудованы системой противозажатия, чтобы уважаемых пассажиров, если вдруг они все-таки решили забежать под красные полосочки, закрывающих дверей, сильно не прижало. Давайте посмотрим. Артем, рассказывайте, что у нас тут? Ну, там отдельный нишек прячется в блок управления дверьми. И внутри черненькая коробочка. Да, это такой, так сказать, компьютер, можно сказать, блок управления. Который непосредственно управляет, уже отрабатывает команду машиниста и, соответственно, открывает нам дверной проем или закрывает. Ну, и, соответственно, если вдруг какой-то между створками попался посторонний предмет, то срабатывает функция противозажатия. Двери приоткрываются, встают на паузу, дают пассажиру, допустим, убрать какой-то посторонний предмет. Если у него вдруг как-то он попал между створок, и после этого снова дверь автоматически закрывается. Ну, давайте представим ситуацию. Вы нерадивый, спешащий пассажир, который не обращает внимания вот на эти полоски, а машинист уже включает информатор. Да, готов. И вы бежите, чтобы успеть, значит, на этот поезд. Понимаете? Но ваша какая-то конечность, нога, рука или еще что-то другое не успевает. Вас зажало, после чего двери чувствуют этот момент. Они автоматически приоткрываются, вас впускают, ну, или наоборот, выпускают. Вы заходите, и они закрываются. Машинисту здесь ничего делать не нужно, все происходит автоматически. Непосредственно управляется индивидуальным блоком управления вот этих, конкретно этого дверного проема. Я хочу еще заметить, что на этих вагонах используются двери с электрическим приводом. То есть здесь стоит электродвигатель. Вот такого вот характера можем видеть. Соответственно, карданная передача и на червячную передачу. Вот он, идет этот вал, который вращается при помощи двигателя. И по нему, соответственно, ездит уже направляющая, которая прикреплена непосредственно к дверной створке. Будем так говорить. Как работает система противозажатия? Вы подумаете, наверное, стоят какие-то очень чувствительные и умные датчики и так далее и тому подобное. На самом деле, здесь все гораздо умнее и проще. Дело в том, что когда двери закрываются и в пространство между дверьми попадает какой-то предмет, сила тока на двигателе изменяется. Это чувствует блок управления непосредственно этого дверного проема. То есть анализируют в режиме реального времени. И если эта уставка тока превышает определенные значения, то двери автоматически откроются, а потом закроются. Так, дорогие друзья, мы очутились в кабине машиниста легендарного поезда ЕМ-502М, который еще пока что эксплуатируется на первой линии петербургского метрополитена. И здесь, конечно, в отличие от поезда Балтийц, который вон он стоит рядом, по дверям совсем другая история. Что тут у нас? Кнопка открытия, закрытия, где показывается? Нет, тумблер закрытия дверей, то есть падающий питание на 16-й провод. В данный момент у нас двери закрыты, есть индикация, что подается питание на 16-й провод. Двери поезда закрыты, синяя индикация двери поезда горит. В принципе, вот эта вот одна лампа, она и говорит машинисту, закрыты все двери или хотя бы одна, например, открыта, правильно? То, что там. Давайте попробуем открыть. Разблокируем двери, снимаем питание с 16-го поездного провода и нажимаем на кнопку открытия левой двери. Тут тоже показывается лампочками питание, да? Да, конечно. Удивительно, у нас такого не было, это просто классно. Это ведь можно тоже по этим лампочкам, соответственно, контролировать положение, автоматически выключать, ли целостность вот этого провода и так далее. То есть не смотреть эти автоматы, там, целы ли они у нас или не целы. А все, питание приходит, значит, индикация. Да. Вот видите, Артем открыл двери, индикация погасла. Значит, соответственно, у нас двери, я хочу заметить, скорее всего, открылись все. Скорее всего. Почему? Если мы в поезде Балтиец видели на компьютере, да, что все двери точно открылись, там он все показывает, а здесь только одна лампа. Это вот главное отличие. Я хочу сказать, держите, я хочу вам рассказать историю одну. Был такой случай, выезжаю я на станцию, выкину, поезд ЕЖ-3. Примерно то же самое, что здесь. Открыл двери, это был выходной день, по-моему, по воскресенье. Идет посадка-выставка. Отправление у меня, наверное, минуты через две, через три. Все хорошо. Выбегает дежурный где-то секунд через сорок. Говорит, у тебя двери в третьем вагоне не открылись. Я говорю, как так? Я смотрю в зеркало повнимательнее. Смотрю, правда, вроде не открылись. Пошел, посмотрел, проверил. Сейчас, кстати, покажу, что мы там делаем по поводу, когда двери не открываются. Пришлось высадить пассажиров. Но я-то это не знал. Я это в зеркало не увидел. Это она увидела у себя по камерам наблюдения в кабине у себя, ну, в будке дежурной по станции. А здесь из-за того, что нет информации, все по одной лампе, машинист это может не видеть. Бывает, пассажиры сообщают, у вас тут двери не открываются. Поэтому здесь совсем другая история с дверьми. А бортовой сигнализации у вас нет? Какой? Это у нас была станция день открытого типа. Не видно лампы. Светодиоды все заменили там нормально. Нет, нет, в те времена были лампы накаливания, это был день, и никаких там бортовой сигнализаций даже по минимуму я бы не увидел. Так что такая вот история. Закрываем. Закрываем двери. Да, смотрите. Ну, давайте заново. Не-не-не, я успел. Закрываем. Вот таким образом подается питание. И смотрите сюда. Вот все, лампа загорелась. Ну, это значит, уже точно все двери закрыты. Значит, можно отправляться. Пассажирский салон. Дорогие друзья, сейчас мы находимся в пассажирском салоне вагона ЕМ-502М. И покажем, как же здесь устроен привод, ну, раздвижных дверей пассажирского вагона. Во-первых, привод здесь у нас пневматический. Вот здесь под пассажирским сиденьем расположен огромный длинный пневмоцилиндр. Да? Совершенно верно. Вот он идет. А вот шток пневмоцилиндра, который непосредственно крепится напрямую вот к этой дверной створке. К дверной створке. Вы, наверное, подумаете, что там тоже есть пневмоцилиндр. Нет, там его нету, потому что двери соединены цепной передачей. Смотрите, здесь все настолько просто, что, ну, проще уже некуда. Значит, смотрите, что происходит. Одну дверь. Давайте будем считать открытие. Значит, открытие. А, мы даже сделаем, да? Отлично, давайте. Сейчас дверь пойдет на открытие. Давайте, вот этот подается воздух в правую сторону вот этого цилиндра. И дверь начинает открываться. Но только открывается только эта дверь. Она тянет за собой через цепную передачу. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот. Вот эту дверную створку. Таким образом они открываются синхронно. То есть привод у нас пневматический на одну дверную створку открывается благодаря цепной передаче две. В отличие от новых поездов метрополитена Балтиец, когда на каждый дверной проем установлены свои мозги, будем говорить, здесь один большой пневматический мозг. Называется дверной воздухораспределитель, который отвечает за открытие и закрытие дверей этого вагона. Посмотрите, здесь три пневматических клапана, которые вот, ну, имеют, так сказать, кнопку ручного воздействия. Когда через вот эти провода подается питание на тот или иной вентиль этого дверного воздухораспределителя, клапан срабатывает и открываются двери с левой, или, например, с правой стороны, или наоборот, закрываются с обоих сторон. В зависимости от того, на какой провод машинист подает питание. Ну, то есть какую кнопку нажимает, какой тумблер поворачивает. Ну, а если вдруг происходит какая-то ситуация, а это мы показывать не будем. Смотрите, это уже более старая модификация прибора ДВР, дверной воздухораспределитель, которая у нас стояла на всех поездах модели ЕЖ-3, которые эксплуатировались у нас в электродеповый этно. В кабине машиниста, прямо вот на этом месте, где он сейчас и находится, стояли вот такие вот штуковины, но они были закрыты специальным металлическим кожухом. Работа точно такая же. Два вентиля на открытие дверей, они пневматически, подается питание, вентиль открывается, подается воздух в дверные цилиндры с правой или с левой стороны на открытие. Нажимаем кнопку закрытия или тумблер, включаем закрытие дверей, подается питание на вентиль закрытия, соответственно. Вентиль срабатывает, и воздух подается в камеру цилиндра на закрытие. Все двери в вагоне закрываются. И поэтому, когда мы работали, постоянно был слышен вот такой вот звук. Слышите, да, меня? Если вы передвигаетесь в метрополитене, на новом поезде, предположим, Балтиец, и вы видите, что двери закрываются, красная индикация, я вас очень прошу, не надо бежать к закрывающейся двери. Машинист вас зажмет, идет задержка отправления, сзади идущие поезда подтормаживают. Вы скоро увидите об этом отдельный выпуск. А если вы передвигаетесь на стареньких поездах, слушайте внимательно информатор. Если информатор говорит, осторожно, двери закрываются, дождите следующего поезда 2-3 минуты, ну ничего от вас не убудет. Я надеюсь, вам понравилось, следующий выпуск совсем скоро. Пока!